Что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «странное»? Это что-то настолько странное, что вызывает отвращение? Или это странное связано с приятными ощущениями? А может быть, это настолько странное, что оно пугает? Сегодня поговорим о самых, на мой взгляд, странных мультсериалах и начнём с полночного откровения. Знаешь, я говорил с творческими людьми, ну, в основном с комиками, и они были категорически против терапии любого вида. Они думали, что так они не смогут смешить людей. По сути, это даже не мультсериал, а иллюстрированный подкаст. То, что происходит на экране, может вообще никак не контрастировать с тем, о чём ведут беседу главные герои. Сколько мне было, когда я родился? Родился на пять недель раньше. Да? Да. Расскажешь? Расскажешь, как я родился? Конечно. А может, наоборот, прекрасно эту беседу дополнять и привносить в неё ещё больше смысла? А, спасибо, что активировали меня, хозяин. В какой симулируемый мир желаете попасть сегодня? Единственное, что связывает серии друг с другом, это реальный мир, в котором живёт главный герой и его машина, создающая симуляции других миров. И ты сначала думаешь, что вся странность связана лишь с тем, что главный герой находится в симуляции, и что там, возможно, всё. Но потом видишь, что и реальный мир, в котором живёт главный герой, не менее странен. Да, кстати, если этот сериал вам не зайдёт, потому что по-настоящему странных сцен здесь очень много, то я рекомендую вам посмотреть последние две серии. В них изумительно много философии, экзистенциализма, да и вообще. То есть ты хочешь сказать, что у многих примерно такая реакция на мир. Они несчастны, ведь они не получили желаемого, а когда это происходит, пытаются наказать окружающих тем, что обрели. Именно. Понятно. И это отталкивает. Даже если ты в состоянии бедности... Да. ...ты всё равно можешь что-то контролировать. Но кое-что контролировать ты не способен. Ты не контролируешь торнадо, который пришёл через твой район и снёс твой дом, а у тебя не было страховки, и ты всё потерял. Но ты точно контролируешь реакцию на это. Для меня это первый мультсериал, в котором главный герой — это мир вокруг, а не конкретный персонаж. Здесь тебя может убить или, как минимум, очень сильно изменить почти всё. Неосторожно коснулся растения. Позволил себе зарасти грибами и ступил с ними в симбиотическую связь. Чёрт. Наелся какой-то жижи и поддался гипнозу. Удивительно, что даже в таком страшном и опасном мире люди не могут найти коннекта. Продолжают использовать друг друга и думать лишь о какой-то своей личной выгоде. Прекрати, Ази! Мы же команда! Немного бесит постоянно телепортирующийся, безумно сильный и неубиваемый монстр, но в целом, очень странный мир другой планеты — это прекрасно. Смешные чёрно-белые человечки, ломающие четвёртую стену. Вообще-то быть посредственностью не так уж и плохо. Сначала наслаждаешься детством, потом отрабатываешь свою роль в пищевой цепочке, где-то в процессе размножаешься и, наконец, отправляешься под землю, оставив после себя лишнюю долгую память и углеродный след. Здесь вам и историю Ирландии могут рассказать и научить вас новым словам. Но иногда хомячки останавливают свой бег, смотрят на тех, чьи клетка с колесом кажутся им более привлекательными и понимают, что им подобное не светит. Тогда они принимаются мечтать о том, как бы попасть в волшебный мир, населённый ещё большими посредственностями, чем они сами, и хотя бы на их фоне как-то выделиться. Японцы называют такие фантазии Исикай. И даже поведать о буддизме. Короче, очень рекомендую. Короткий мультсериал, который выполнен в технике ротоскопинга. Это когда берут кадры фильма, а затем просто перерисовывают их. За счёт этого создаётся максимально реалистичная пластика и движение. И такая техника позволяет делать очень-очень сюрреалистичные переходы и сцены. Главная героиня то ли сходит с ума, то ли действительно может управлять временем и пространством. Почему ты не пристегнулась? И вот на этой загадке и держится весь первый сезон ты действительно не понимаешь, что происходит с этой девушкой. Может, она и вправду научилась управлять временем? Или ей всё же таблетки выпить надо просто? Или можешь попробовать нечто другое. Жизнь, которая не ограничена временными рамками. Никакими рамками. Жизнь, где может случиться что угодно в любое время. Жизнь без ограничений. Кажущаяся простота первого сезона настолько сильно контрастирует с сезоном вторым, который внезапно настолько глубок и настолько актуален, что мне даже сложно словами это передать. Очень рекомендую к просмотру. Мультсериал от создателей мистера Фримена. Только более милый, смешной и цветной. Градус какой-то жести и провокации, в отличие от Фримена, здесь гораздо ниже. И по вайбу, наверное, это больше походит на черно-белых человечков в студии ТО-420, о котором я рассказывал до этого. А вот визуальная картинка похожа на Коня Баджека, где мир тоже состоит из антропоморфных животных. Вот только в отличие от Коня Баджека, ты не впадаешь в депрессию, когда смотришь это все. Тут вам и отсылки на криминальное чтиво, и, наверное, еще на множество других вещей, которых я просто не выкупил из-за своей ненасмотренности в кино. Сюжет крутится вокруг стартаперов, которые пытаются вылезти из долгов и заработать много денег. Максимально актуальный сериал. Здесь и нейросети есть, и NFT, и чудесные психотерические козявки, которые выращивали в носу единорога. Больше всего меня зацепила человечность главных героев. Человечность в том смысле, что главные герои ведут себя как реальные люди. Они не всегда добры, эгоистичны, и подчас делают очень странные и иррациональные вещи. Короче, просто посмотрите это, уверен, вам понравится. Аниме, в котором серии вообще никак друг с другом не связаны. И даже не предполагают, что вы сделаете хоть какие-то выводы после просмотра каждой из серий. Здесь много по-настоящему пугающих кадров. Очень, очень странных и сюрных персонажей. И, ну, если вы скучали по чувству омерзения или адреналину, или вам нравится true crime жанр, думаю, это зайдет. Отец, постоянно кормящий свою дочь маслом и жиром. Маньяк-подросток, который очень сюрно смеется. Куклы, которые оживают. Или это люди, превращающиеся в кукол.